хотите посмотреть мой скрипт вот он мой скрипт вот он я думаю что в принципе наш продукт нужен каждому да у меня коммерческое предложение очень выгодное и во многом уникальное записываю приветствую уважаемые друзья меня зовут олег шевелев автор проекта пора расти продавай красиво и легко и сегодня в этом видео мы с вами будем делать реальные звонки но есть один нюанс я буду звонить неправильно вы видели когда я делал правильные так скажем эффективные холодные звонки и ссылки есть под видео сегодня я хочу показать вам реальные ошибки которые допускают многие менеджеры вот когда я обучаю сотрудников отделов продаж постоянно эти ошибки возникают и говорят на ошибках учиться и я очень надеюсь что вот это видео которое вы можете показать своим сотрудникам сами посмотреть поможет избежать большинства ошибок как только вы устраните эти ошибки вы начнете продавать больше обязательно в комментариях отметьте какие ошибки совершаете вы напишите из того что я расскажу или если я какие-то ошибки не затронут также напишите будет интересно почитать о вашем опыте и так представим теперь что я менеджер совершающий кучу ошибок и я начинаю обзванивать холодную базу первое что я делаю конечно же я не готовлюсь к звонку зачем так все понятно да и так все понятно что сказать хотите посмотреть мой скрипт вот он мой скрипт вот он ничего нет ни сценария продающего никаких цепляющих фраз в принципе можно сориентироваться и по ситуации да знакомо что сотрудники вообще не готовятся к звонку и что еще важно так как этапа подготовки нет естественно я не продумываю что мне может сказать клиент какие возражения он может озвучить как он будет там сопротивляться не сопротивляться неважно нет так нет на нету суда нет будем звонить другим клиентам поэтому я даже не использую сборник 165 готовых ответов на возражения вообще ничего и что еще важно кому звонить я думаю что принципе наш продукт нужен каждому продавать я буду тренинги продаж и это нужно каждому абсолютно каждому и в принципе нет смысла там что-то сегментировать тратить на это время нет смысла заходить на сайт компании правильно зачем просто буду сейчас брать и предлагать как вы поняли уважаемые друзья это основные ошибки которые возникают на этапе подготовки нет скрипта вообще нет даже примерного сценария не говорю о детальных скриптах которые часто мы разрабатываем для отделов продаж вообще ничего нет ни цепляющих фраз не выгоды какого-то в предложении не обработки возражений ничего и работаем мы с мы звоним всем подряд естественно такой подход он уже заведомо проигрышный ну ладно это менеджер неопытный он думает что все пройдет давайте посмотрим первый звонок и первая ошибка которую я хочу показать вам в действии это использование так называемых спам слов вот на тренинге 10 звонков 10 продаж эту тему подробно разбираю спам слова это какие которые сразу показывают что вы будете что-то предлагать обычно это я представляю такую-то компанию у меня для вас коммерческое предложение сотрудничество взаимовыгодное и очень уникальное в общем примерно так смотрите что из этого может выйти здравствуйте скажите пожалуйста я звоню предложить коммерческое коммерческое предложение по обучению сотрудников как вам можно его выслать отправить по обучению продажам техникам продаж отрасли в например вот в магазинах битуби продажи или битуси то есть продажи в магазинах либо бизнес для бизнес то есть оптовые закупки кто там будет кого спросить до организации до обучающий центр мы вообще учим продавать оборудование разные вот сантехника например разные ниши то есть что мы предлагаем мы берем сотрудников и в течение нескольких недель их обучаем разным техникам работы с возражениями как презентацию проводить как коммерческое предложение составить и так далее то есть там целый цикл обучения проходит и сотрудники вот за это время прокачивается и уже в процессе обучения увеличивают продажи я понял хорошо спасибо этот звонок понятно что он не целевой я даже не знаю с кем я разговаривал то есть это тоже ошибка но ладно нам мы показываем неправильные звонки сегодня и сейчас буду без всяких точек соприкосновения без техники птс да прям сразу пытаться продавать алло здравствуйте мы занимаемся обучением сотрудников продажам и коммерческое предложение у нас есть выгодное с кем можно его обсудить с кем поговорить можно там ирина викторовна это руководитель до ваш благодарю спасибо мне смешно на самом деле потому что я не услышал ни разу пока ну так совпадает да что отправьте на email вышлите ли нам ничего не нужно то есть мы видим что люди дают контакты лпр но давайте позвоню сейчас ирине викторовне и начну продавать ей так сказать сходу не взял знаете еще есть такая ошибка у сотрудников которые боятся звонить они набирают номер и сами думают хоть бы не ответил хоть бы не ответил не взял отлично и такие в отчет клиент не отвечает перезвонить через неделю алло здравствуйте звоню по коммерческому предложению у нас есть взаимовыгодное сотрудничество уникальное предложение скажите с кем обсудить можно его а как зовут подскажите это смешно но это проходит и переключает на руководитель вот как выйти можно на лп при этом обратите внимание я в этом случае даже не сказал про что предложение да я просто сказал взаимовыгодное сотрудничество уникальный набор спам-слов и выход на руководителя есть роман добрый день у нас выгодное предложение для вас по обучению сотрудников мы занимаемся обучением персонала уже более пяти лет и можем научить ваших сотрудников продавать более эффективно а вам интересно вообще это предложение обсудить нет спасибо у нас есть учебный центр воронеже где мы занимаемся наш собственный хорошо спасибо понятно до свидания если бы это были не учебные звонки я бы постарался зацепиться и раскрутить это возражение вот если хотите увидеть такие звонки эффективные да еще больше звонков поставьте лайк обязательно запишу если этот формат для вас полезен но сейчас так как я показываю как не надо звонить я допускаю ошибку которые очень часто делают какую ошибку как вы думаете сливаюсь при первом возражении то есть как только клиент сказал вы знаете у нас есть спасибо извините и слился нам ничего не надо спасибо и слился понимаете то есть я не работаю с возражениями я не проходил курс хакер возражений тренинги то есть не имея ни малейшего представления у меня даже нет сборника 165 готовых ответов то есть сразу слив и я хочу чтобы вы отметили и показали вашим менеджерам эту ошибку услышали возражение сразу слились вот как можно было работать дальше понимаю да обучение в воронеже это хорошо это корпоративная при этом всегда есть некоторые точки которые можно улучшить возможно мы можем провести для вас там бесплатный аудит посмотреть что хорошо и дать какие-то рекомендации возможно на базе с вашими внутренними тренерами так скажем в воронеже провести какое-то обучение внешне возможно проработать ваши скрипты то есть тут на самом деле вариантов масса это можно было предлагать но не в этот раз я сейчас покажу тот вариант когда менеджеры часто настолько уныло звонят и прям вот энергетика на нуле и это мешает продавать здравствуйте по поводу предложения с кем могу поговорить у нас предложение по обучению сотрудников на какую тему какое обучение техники техники про школа продаж техники продаж работа с возражениями закрытие сделок ну в общем основной 7 шагов продаж запишите пожалуйста запишите пожалуйста сейчас ну ох записываю это кто хорошо спасибо как видите даже унылое общение наверно просто некоторые сотрудники меня понимают и тоже в примерно таком состоянии находятся уныние усталости какой такой тяжелый вздох ну нормально взяли опять же мобильный телефон заместителя директора если бы я конечно не допускал этой ошибки и был реально заинтересован а не так как унылый продавец который но мы продаем ну да у нас это есть но мы хотим то есть если бы я был реально заинтересован я бы спросил у этого сотрудника максимум информации по ситуации я бы сказал скажите окей переговорю с мариной а как у вас сейчас проходит обучение вы менеджер до вас обучают а как это выглядит я бы собрал максимум информации возможно даже спросил если у вас там продажи на корпоративным клиентам или только с розницей работаете и я бы уже звонил марине более подготовлены алло марина здравствуйте мне ваш телефон далее в магазине сотрудники я звоню по поводу обучения сотрудников у меня да 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 алло 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 еще одна ошибка может что бывает когда плохая связь срыв звонка произошел и самая интересная ошибка здесь ну сорвалось ну ладно поставлю в статусе сорвался звонок и перезвонить не буду и еще друзья такой момент так как естественно у меня нет crm системы никакой и я вообще не представляю что это у меня есть зато листочек видите я выписываю сюда какие-то контакты и теперь я думаю так тогда же меня просили перезвонить кому-то все перепуталось все потерялось я вам рекомендую вот как исправить ошибку видите внедрите crm систему даже если вы работаете один есть простые решения для вас лично для одного чтобы упорядочить контакты потому что если вы делаете много звонков то вы физически не сможете все держать в голове кому что отправить предложение кому перезвонить и через сколько еще один звонок я хочу вам показать эту ошибку и вы сами назовете что это за ошибка алло здравствуйте скажите пожалуйста коммерческое предложение как можно отправить вам обучение обучение сотрудников ру хорошо спасибо прошло теперь можно и чаек попить перекурить все-таки сейчас в отчет вобью клиент заинтересован отправлено кп я думаю вы поняли да здесь несколько ошибок сразу в одном звонке конечно все это утрированно все это ни в коем случае не нужно повторять первое значит что я сказал я сразу сказал как отправить коммерческое то есть эта ошибка называется неправильное целевое действие во время звонка вместо того чтобы получить больше информации договориться о следующем шаге я сам программирую себя что я хочу отправить кп то есть отправить кп это же просто возражение согласны это возражение клиентов которые мешают продавать большинстве случаев а я сам на это возражение нарываюсь однажды в одной компании когда мы устраивали систему продаж и я прослушивал звонки там была цель звонка отправить кп я говорю собственником мол ну вы понимаете что это не та цель такие звонки никогда не будут эффективными то есть они отправляют кп их никто не читает то есть это первая ошибка неверно выбранная цель звонка вторая ошибка я вообще не уточняю кто руководитель на имя кого писать то есть просто отправить кп и все третья ошибка я обманываю себя что ли вот этими надеждами что это сработает что это успешный исход то есть я заношу это в отчет и потом этот отчет даю собственнику руководителя отдела продаж мол смотрите сегодня отправил 10 кп клиенты думают да не не думаю да это просто вот мы сами себя оправдываем то что это неправильно все сделано неправильно выстроен процесс общения с клиентом по телефону и так далее то есть я реально считаю что успешный звонок состоялся я заслуживаю отдых и я начинаю отдыхать когда вы часто отдыхаете после одного-двух звонков то естественно что происходит снижается энергетика меняется настрой и вам потом сложнее опять себя раскачать поэтому никаких перерывов я использую иногда такую технику это называется встреча с телефоном то есть вот представьте что вы поехали на встречу с клиентом эта встреча суммарно занимает у вас например два часа вы на другие звонки в большинстве случаев не отвечаете вы полностью сфокусированы на общении с клиентом то же самое планируйте вот прям мне не в голове а прям в своем календаре вот луки или каким вы пользуетесь планируйте время вот как вы встречи планируете встреча с телефоном и вы только с вашим телефоном общаетесь разговариваете с разными клиентами в течение непрерывно например часа двух и только потом как после встречи обычно с клиентом вы выходите можете чуть-чуть передохнуть вот это важный момент иначе вы просто сбиваете настрой и ничего хорошего не будет алло здравствуйте у меня предложение для руководителей по поводу сотрудничества с кем можно обсудить да у меня коммерческое предложение очень выгодное и во многом уникальное хорошо спасибо она какой хорошо спасибо еще один успешный звонок надо записать обязательно в отчет запросили предложение правда не спросили о чем предложение и мы не знаем кому его направлять и не знаем ли вообще насколько это актуально и интересно но работа проделана надо записать в отчет и отдохнуть еще раз я конечно утрирую все это замечательно но тем не менее иногда особенно вот там начинающие менеджеры или менеджеры с низкой мотивации они делают примерно так они делают пустую работу якобы звонки сделаны потратили уже там два часа на переговоры результата нет коммерческие шлются куда-то не туда если уж и коммерческая высылать то высылать после детального общения с руководителем когда вы знаете определенные моменты смотрите оптовая компания наверняка сейчас будет секретарь и я сразу на секретаря нарвусь спам словами добрый день предложение у нас есть взаимовыгодное для руководства как можно его вам отправить обсудить но давайте запишу тогда всего вам до свидания видите печально еще одна ошибка которая часто встречается во время холодных звонков это зачитывание текста это такая речь как у робота вот надо прочитать и менеджер все это читает прям не слушая клиента клиент понимает что это идет зачитывание и естественно это все порождает отказы более того часто я вижу что зачитывают даже не тому человеку давайте сейчас посмотрим я буду зачитывать текст аллода добрый день я представляю школу продаж специализируемся на обучении сотрудников менеджеров по продажам руководителей более пяти лет на рынке образовательных услуг скажите вот мы хотели предложить сотрудничество на выгодных условиях менеджеров по продажам которые продают ваш товар так это какая хорошо спасибо повесили трубку быстрее чем я закончил говорить в общем то вы видели да когда я зачитал этот текст логичный шаг который мне предложили из вежливости сказали ну отправляйте ваше предложение на электронную почту если я буду действовать вот так как сейчас ну объективно результата не будет я вышлю потом скажешь ну ладно мы подумаем и так далее сделки заключаются в 99 процентах не через коммерческое предложение а когда вы общаетесь напрямую с руководителем если бы я сейчас под другим предлогом попытался зайти в компанию попытался выйти на мпр проговорить необходимость обучения вообще понять ситуацию сколько там менеджеров я бы мог уже ну по телефону о каких-то первых шагах договориться а вот такое вот банальное представление которое иногда прописывают в скриптах я представляю то 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 сразу сигнализирует секретарю или администратору что это предложение и пусть высылают и очень сложно потом будет переубедить есть еще одна ошибка с которой я периодически сталкиваюсь она мне просто вот режет слух и я хочу вам показать как это выглядит со стороны послушайте и вы сами определите эту ошибку здравствуйте скажите пожалуйста по кредитованию по заявочке с кем могу поговорить но вам кредитики не нужны вообще однажды у меня был сотрудник который так и говорил кредитики не нужны я когда пришел в отдел продаж услышал это игры какие кредитики любое слово старались ну как бы что ли для убеждения для мягкости вот так вот в уменьшительно ласкательном сказать заявочка кредитики вот мы вам карточку сделали пожалуйста смотрите не банковскую карту а карточку и все вот превращалась такой вот уменьшительно ласкательный разговор который просто со стороны выглядит как-то нелепо если у ваших менеджеров периодически проскальзывают такие слова иногда неуместны и в некоторых сферах более того есть такие сферы работал с такими компаниями где это уместно иногда это применять это даже позволяет конверсию повысить но в большинстве случаев это слова паразиты от них обязательно нужно избавляться как можно скорее что ж уважаемые друзья звонить так можно долго и вы видите что я постоянно совершаю ошибки где-то как-то проходит но в основном вот чего я добился сейчас за то время пока я звонил почти ничего да то есть не интереса нет несколько предложений отправить то есть я никого не заинтересовал сравните с моими выпусками реальных звонков когда я продавал допустим сайты или выпечку были реальные договоренности за буквально 40 минут были назначены встречи был конкретный интерес со стороны клиентов и был выход на лпр в этих звонках вроде как активность какая то есть но за счет того что допускаю постоянные ошибки эффективности нет и давайте с вами подведем итог какие ошибки основные первая ошибка это конечно отсутствие подготовки из-за того что я звоню всем подряд абсолютно не сегментируя базу абсолютно не готовя какие-то интересные там цепляющие предложения я по сути с целевыми клиентами не общался то есть времени прошло много а толку мало далее у меня нет скрипта и так как у нас не получилось детально там с руководством где-то поговорить то есть он мне особо и не понадобился но если бы я выходил на руководителя делал бы это более осмысленно мне нужен был во первых скрипт эффективный составленный да надеюсь у вас есть скрипт если нет посмотрите видео как я показываю как составлять скрипты второй момент это обязательно быть готовым к разным возражениям клиента и в этом вам поможет 165 готовых ответов на возражения мини книга она на мой взгляд самая полная вообще в интернете и там самые адекватные ответы еще один момент когда звоните обязательно готовьтесь заходите на сайт компании посмотрите примерно чем занимается компания чтобы ваш звонок разговор с собственником мог его заинтересовать что касается самого звонка обратите внимание на то какие ошибки я показал это спам слова сотрудничество предложения уникальные взаимовыгодные это все спам слова иногда для выхода на лпр это можно использовать вы сами это увидели хотя есть масса других приемов которые работают ну с вероятностью 99 процентов то есть гораздо лучше и об этих приемах я рассказываю на своих тренингах ошибка которую я допускал я продавал всем подряд я даже не пытался иногда выйти на лпр я сразу начинал меня предложение хочу то 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 мы занимаемся обучением надо стараться выйти на то лицо которое ответственность за принятие решения по вопросу еще одна ошибка которую допускал я говорил часто только себе не говорил о клиенте я не начинал с предложения о клиенте вот в технике птс посмотрите видео если не видели я говорю что лучше если первая фраза будет о клиенте и это будет показывать некую связь с вами сейчас я сразу рубил как говорится с плеча и сразу говорил мы такие там мы занимаемся обучением и вам можем сделать то 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 естественно никакого интереса здесь у клиентов не возникало когда я слышал возражение что я делал я сливался очень часто и даже не пытался их отработать как-то не пытался что-то сказать я сразу а не нужно извините учебный центр в воронеже простите извините все понял и естественно я могу потом в отчет даже записать что у компании там не подходит но это неправильно вот принять и продажи делаются при общении с людьми и можно пытаться убеждать тем более вышел на руководителя убеждать договариваться об альтернативах и постепенно продвигаться сделки так делают настоящие клоузеры то есть те кто реально умеет продавать и закрывать сделки это самая высокооплачиваемая категория продавцов в некоторых звонках я вообще не говорил о выгоде для клиента игру мы занимаемся этим вам интересно да не особо да то есть я не заинтересовал если вы спрашиваете вам это интересно то вы должны уже понимать что вы заинтересовали клиента в идеале так должно быть вы должны так строить продажу и еще серия ошибок я предлагал не тот целевой шаг здравствуйте я звоню высылать вам коммерческое высылайте говорит клиент и я довольный совершаю еще одну ошибку я пишу это в отчет я надеюсь что это сработает и я еще одну ошибку совершаю я делаю сразу перерыв потому что я доволен собой вроде там что-то договорились частые перерывы сбивают вашу энергетику и настрой и кстати про энергетику тоже ошибка такая была когда звонил уныло с такой интонацией вздохами можно было эту тему и дольше развивать и вы бы увидели что ничего унылых продавцов как правило не покупают если вы делаете звонки посмотрите обязательно это видео сами может быть еще раз внизу будет шпаргалка полезная с ошибками если вы руководитель собственник бизнеса обязательно покажите это видео своим менеджером уважаемым руководителям отдела пусть они эти ошибки тоже покажут своим сотрудникам пусть они посмотрят со стороны как это бывает реально в продажах и к чему это приводит и возможно они перестанут совершать такие ошибки и начнут продавать больше и развивать помогать развивать ваш бизнес и ваши продажи Уважаемые друзья, если видео вам полезно и вы хотите больше видео в таком вот реалити формате, когда я звоню и показываю разные технологии, успешные или неуспешные, поставьте лайк. Для меня важна ваша обратная связь. Если есть вопросы, какие-то и предложения по сотрудничеству, пишите внизу или свяжитесь со мной напрямую, контакты есть ниже. Я благодарю вас за просмотр, продавайте красиво и легко и не совершайте ошибок. Субтитры сделал DimaTorzok